Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня хотелось бы немножко поговорить про монтажную пену. Бывают случаи, когда мы заканчиваем работу, и у нас в баллоне еще остается где-то половина, может и больше пены. Что обычно делать в этой ситуации? Либо просто убирают баллон с пистолетом, и потом после истечения короткого времени начинают работать и понимают, что пена в пистолете засохла. Чтобы такой ситуации не происходило, всего лишь достаточно закручивать вот этот винт. То есть, когда он у нас открученный, да, пену не пропускает он, но опять же повторюсь, пена в пистолете засохнет. Я же после работы всегда этот винт закручиваю, и даже один раз у меня баллон стоял два месяца, после двух месяцев я открутил винт и снова начал работать. То есть, возьмите это на заметку. Ну и второй случай, это берут вот такой баллончик с промывочной жидкостью и промывают пистолет и сам баллон. Но бывают случаи, когда жидкость заканчивается, а бежать далеко до магазина. И как раз сегодня мы с вами сделаем из этого баллончика многоразовый. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра. Для начала нам нужно стравить воздух из баллона, чтобы не осталось никакого воздуха. Все, и теперь делаем отверстие по центру. Отверстие буду делать диаметром 5 миллиметров. Далее нам понадобится вот такой автомобильный сосок. Можно их взять на шиномонтаже. Старые они там их выбрасывают. Самое главное, смотрите, чтобы он был бронзовый. То есть, есть такие же еще алюминиевые. Они плавятся, то есть, нам эти не подходят. А вот такой, который желтый, он нам как раз и подходит. Также нужно отрезать лишнюю часть. Вот так будет нормально. Смотрите, также здесь бывает золотник, он длинный. Старайтесь, чтобы у вас был короткий. В данном случае он короткий, и мы его не отрезали. Резинка нам не нужна, поэтому лучше всего обжечь ее горелкой. Ну и вот, что у нас получилось после обжига. Берем мелкую шкурку и зачищаем. Затем взял вот такую паяльную кислоту. Стоит копейки. И так же пропаиваем сосок. Как видим, наш сосок тоже пропаялся. Оппаиваем его вкругаля. Так, вот что получилось. Затем берем растворитель. Я взял 646. И при помощи шприца заправляем наш баллончик. Шприц, конечно, лучше взять побольше. У меня он на 20 миллилитров. И заправляем. Залил для пробы 100 миллилитров растворителя. И теперь вкручиваем ниппель. Как видим, жидкость у нас залита. Везде все сухо. Пропаяли хорошо. И теперь сюда подадим воздух. Воздух можно качать не только при помощи компрессора, но и так же можно при помощи обычного велосипедного насоса. Для начала накачаю 4 атмосферы. Итак, открутим баллон. У нас здесь пены. И сейчас накрутим. Все накрутили. Откручиваем наш винт. Ну и что у нас получилось? Как видим, пена выходит. Все, наш пистолет промылся. Выкручиваем. Все, как видим, все чисто. Также можем взять вот такую насадку. Специально для баллонов. И уже поработать ей. Видим, как давление очень хорошее. Друзья, также есть вот такая бутылка у Айтспирита. Здесь я все израсходовал. И сейчас мы заправим наш баллончик у Айтспирита. Мы посмотрим, как он борется с пеной. Лучше, чем у 646 растворителя. Также заправил 100 миллилитров. Закручиваем ниппель. И накачиваем воздух. Накачал 6 атмосфер. Нанес немного пены. Установил баллончик с Айтспиритом. И сейчас попробуем, как он растворяет пену. Как видим, срабатывает тоже хорошо. То есть, у Айтспирит тоже годится для таких целей. Друзья, также напишите в комментариях, возможно, кто-то пользуется уже таким способом. Что для вас лучше, растворитель 646 или Айтспирит? Также, говорят, с пеной хорошо борется еще и ацетон. Друзья, вот такой вот многоразовый баллончик у нас получился. Заправлять можно его огромное количество раз. Сразу хотел сказать, что вот такой растворитель, он будет во много-во много дешевле, чем, допустим, вот такой баллон с промывочной жидкостью. И, как видим, он своей задачей справляется. Пистолет у нас чистый, пены нет. Вот такое вот коротенькое видео получилось. Напишите в комментариях, как вам идея. Возможно, вы знаете какой-то другой способ. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. На этом все. Всем пока. До новых встреч.